Привет всем! Скоро у нас Рождество, Новый год. Мы давно не выходили на связь, потому что карантин. Нечего снимать и куда не ездим. Какое-то такое время сейчас, но стараемся что-то делать, какие-то ролики монтировать, что-то у нас на канале все-таки появлялось, вы уже видели это. Ну а сейчас нужно немного проехать. Вот здесь у нас елочка возле Акрополиса, людей мало, но будем смотреть, что будет у нас по городу, потому что у нас карантин. У нас сегодня 22 декабря. Мы приехали в универ, это один из корпусов, это еще, 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 это главный центральный, мы просто с другой стороны, потому что открыт шлагбаум. Такое бывает летом и в остальные времена, но нам где-то куда-то туда нужно. Итак, друзья, чтобы вы понимали, университет пустой, работают только некоторые сотрудники. Вот я заходил, забирал бумажку, жена заказала, ей нужны там выписки, подтверждения различные. Универ практически пустой, можете посмотреть, как светятся окна. И здесь. Работают только некоторые сотрудники. Вот я ходил забирать документы, обычно в том кабинете работала... Ой, ступенька. Обычно в том кабинете работала... Сейчас, чтобы не соврать. 3-4-5 человек где-то. Да, 5 человек работало. Сейчас только один. И они вот так и работают. Один человек там неделю-две, потом следующий. Все закрыто, прямого контакта нет. Бумажку забирать. Вот там ваша бумажка забирайте, близко не подходим. Такая ситуация. Ну, а я еду дальше. Всем привет! Приехал уже Саша после всяких дел важных. Забрал мне в университете документы. Так что буду думать, наверное, уже пора думать, что делать дальше. У меня уже финальный семестр. Магистратура вот-вот закончится. А я и здесь, как вы помните, на основании учебы нахожусь. Поэтому буду смотреть дальше, куда меня потянет. И документы очень кстати-кстати будут. Повторилось. Ну ладно. Сейчас вышли гулять. Появилась у меня идея, кстати, записать итоги наши этого года. Потому что мы как-то выпали из канала. И хотелось бы чуть-чуть сделать небольшой такой экскурс в наш год. Рассказать, что было, как было, что мы вообще делали. Потом, что еще? А, хочется перед Новым годом мне еще сделать небольшую уборку в квартире. Как-то появилось такое желание. Все-таки Новый год. Хочется войти с каким-то позитивом, чистотой, порядком, да. Есть парочку идей, что переставить, что убрать. Может быть, мы тоже покажем это. Так что, как-то вот так. Придем, досниму наши итоги, расскажу вам. А сейчас гуляем. Мы уже вернулись домой. И, как я и хотела, запишу видео с нашими итогами этого года, уходящего года. И, возможно, поделюсь частичкой нашей жизни, о которой мы не рассказывали, но которая имела место быть. Хочу начать, наверное, с самого начала. С января месяца, январь-февраль. У нас был посвящен ожиданию ребенка. Ну и, конечно же, у меня была сессия первого семестра, которую я успешно сдала. И как раз она была в конце января. В феврале месяца я уже родила. И, наверное, около двух месяцев мы привыкали к новой роли. Я взяла месяц от гула в университете и как бы работала удаленно. Это было сложно, но мы справились. А потом начался карантин. 31 марта все университетские дела, учебу, работу перевели на удаленку. И, соответственно, мне даже не пришлось начинать куда-то ездить, потому что я продолжила работать в том режиме, в котором изначально и работала. Потом, летом, в июне месяце я закрыла второй семестр. И летом мы более-менее отдыхали. Старались выезжать на озеро, гулять, работать. Потому что работы было очень много. Саша работал на нескольких проектах и сейчас продолжает работать. И было как-то особо не сильно до монтажа. Потому что нужно было работать в сверхритме, в сверхрежиме. У кого есть дети, те, наверное, понимают, о чём я говорю. Потом вторая половина года стала для нас, скажем так, испытанием. Потому что появились обстоятельства некоторые, которые сейчас есть в нашей жизни. И с которыми мы боремся, которые принимаем. Я не хочу рассказывать конкретно, что это за обстоятельства. Но скажу вкратце, что за последние полгода мы были в больнице трижды. И в условиях карантина это всё очень трудно, поскольку время пребывания в больнице увеличивается. Условия поступления в больницу, они ужесточаются. Нужно сдавать постоянно ПЦР-тесты. В общем, это всё было трудно. И сейчас в Санториашках строят ещё одно здание новое. И очень многие, скажем так, услуги, которые предоставлялись в обычном режиме, например, МРТ и так далее, и так далее, они недоступны в некоторых зданиях. И очень большой поток людей направляется в конкретный кабинет одного здания. И из-за этого очень большие очереди ожидания. И один раз нам почти две недели пришлось ждать МРТ, самой процедуры. Поэтому карантин, он в чём-то помог. Например, в организации учёбы и работы. Потому что всё это время мы работали удалённо и учились удалённо. Но в то же время он очень многое усугубляет в плане предоставления услуг здравоохранения. И точно так же, когда мне приходилось записываться, например, к врачу на обследование, то я заходила на СЕРГУЛТЭМП, и там почти везде написано, что, например, врачи принимают людей уже с какими-то болезнями, а остальных людей для диагностики нет. И вот это трудно. И, скажем так, в нашем случае это немного усугубляло ситуацию тоже. Я думаю, многие понимают, о чём я говорю, потому что это коснулось не только нас, и поэтому как бы мы от этого чуть-чуть устали. Но сейчас, получается, вторая половина года была очень такой трудной, и мне нужно было максимально сосредоточиться на учёбе, и это было тоже трудно, потому что была такая расфокусировка в плане приоритетов. И, наконец-то, мы собрали все силы в кулаки, и я закрыла семестр практически. Буквально у меня будет несколько экзаменов в январе, но самое-самое главное — я уже сдала, и я понимаю, что те экзамены я тоже сдам, и всё будет хорошо. И остаётся только написать магистрскую и защитить её в июне месяце. В общем, такие дела. Из-за того, что последние полгода, скажем так, были сложными, и приходилось очень часто обращаться на консультации за помощью к литовским специалистам и взаимодействовать с пациентами в больнице, то у меня получилось очень хорошо вытянуть литовский язык в плане понимания. Как-то всегда находились люди, которые хотят помочь, научить. Это здорово. Но точно так же за эти полгода мы столкнулись со многими неприятными ситуациями в плане недоброжелательности. И я прекрасно понимаю, что в большей степени чаще всего это было связано именно с тем, что мы иностранцы. Но я всё это пропускаю мимо ушей, потому что... Ну и не принимаю близко к сердцу, потому что, как ни крути, везде есть люди, которые не понимают, которые не готовы принимать приезжих. И это не мои проблемы, скажем так. Так что наш год был очень интересным. У нас появилась дочь, мы стали родителями. И это здорово, это совершенно другой опыт. И это классно. Но, с другой стороны, было очень много трудностей в плане работы, в плане учёбы. И самое главное, в плане здоровья, которое мы сейчас до сих пор решаем. И я очень надеюсь, что в скором времени мы всё решим. И мы расскажем вам историю нашу. Поэтому будем надеяться и верить в лучшее. Надеюсь, что у вас этот год был хорошим. И желаю, чтобы следующий год был ещё лучше. Так что всех с наступающими праздниками. Надеюсь, вы будете праздновать в кругу семьи. И вообще будет интересно узнать, как вы будете праздновать Новый год и Рождество. Потому что сейчас такое интересное время. Так что будет интересно услышать, как вы себе организовали празднование. Пишите обязательно в комментариях. И оставайтесь с нами. Я думаю, в следующем году мы ворвёмся с новыми силами, с новыми историями и с новыми влогами из нашей семейной жизни. Так что всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok